Мы здесь Лиза Калинина, Майк Войс, у нас вечер на стране ФН в шести девяти. Здесь мы отвечаем за все, что здесь происходит, но мы сегодня здесь не одни. Рассказывай, представляй, кто в гостях. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Кристина Кошелева, певица-исполнитель. И у него очень классная группа поддержки. Ну, во-первых, я даже не знаю, соратник, продюсер Макс Свобода здесь. Максим Свобода. Как, вы знаете, как получилось, я расскажу. То есть Максим-то было в пределах полутора месяцев назад. Да-да-да, в качестве солиста. Он говорит, ну не знаю, ну был же недавно, он говорит, ну может быть с кем-нибудь. И вот, пожалуйста, пришел с Кристиной сегодня, не вопрос. Да, Кристина, и представь еще музыканта. Это Ваня. Вань, привет. Это Ваня. Ваня без микрофона. Ваня, привет. Вань, привет. Кристина, как твои дела? Слышите, да все отлично, мне хорошо. Да? Нормально? Да. А с чем ты сегодня, скажи, пожалуй, здесь все приходят с гостинцами. Знаешь, кто что, кто хурму принесет, кто песню. Кто песню, кто Таня. Все по-разному. Мы сегодня пришли к вам с песней. С не с пустыми руками. Да, которая вышла совсем недавно, вышел релиз. 13 сентября, в пятницу 13-го она вышла, песня называется «Зверь». Кто-то Собчак с Богомоловым женились, у них свой зверь, понимаешь? Блин. В пятницу 13-го. Понимаешь, вопрос, кто из них. Скажи, пожалуйста, совпало, совпало, или ты действительно планировала трек на «Зверь» презентовать пятницу 13-го? Ну, так вот совпало, и хорошо, что так совпало. Совпало. Понятно. Ладно, друзья, давайте знакомиться поближе. На самом деле, Кристина молодая, очень перспективная исполнительница-певица. Начала она свой путь с проекта «Песни на ТНТ», но дальше все так пошло в гору. Ты сама из Свердловской области, если я не ошибаюсь. Да, я родом из маленького города СССР, рядом с городом Екатеринбургом, вот я оттуда. Спасибо большое, что ты первая сама произнесла этот голос. Да-да-да, я поэтому из канала «Свердловская область». Я вообще стеснялся, мало ли, просто не так поставлю ударение, потому что для меня, пока я сегодня готовился к интервью, был урок географии. Я вообще узнал о его существовании. Сколько там живет народу? Ну, где-то 40 тысяч. 40 тысяч человек. Ты национальный герой сейчас, наверное. Тебя все знают, показывают. Ну, у нас же Кристинка-то в Москве на федеральных каналах. Улицы собираются в дома, вот каждому. Вся улица к одному, они сидят вокруг телевизора. Здесь живет Кристина. Я видела фотки в интернете, где-то фоткались рядом с моим домом, типа, вот тут она живет. Серьезно? Да. Слушай, ну а твой путь в музыке там же начинался? Ты там же играла? Как все было? Да, вот мама меня отдала одновременно. В художественную школу и в вокальную группу она называлась еще тогда. Карапузы. Блин, ну зачем? Я хотела сразу в юниорскую. Там она называлась Тоника. Нет, они были... Мы не будем ничего скрывать. А эта группа называлась Карапуза. А чего ты стесняешься? Ты же маленькая тогда попала. Послушай, я в детском саду петушка играл, а ничего. Живу с этим 30-й год, понимаешь? А для мужчины, поверь, это очень даже такое вот событие. Да, и там была преподавательница Ольга Сергеевна Деменшина. Мы просто вчелы. Подожди, дай сказать что. Так, еще раз. Да просто вот Ольге Сергеевне Деменшиной привет от меня. Привет, конечно. Летит. Летит. Через всю страну. Где-то вот в Урал, в серединку самую. Скажи, пожалуйста, в 19 лет ощущать такую популярность... Ой, я упорно рассказал. 20 уже. Уже 20, да? Могла и подыграть. А ощущать такую популярность, востребованность вот каково вообще? Крышу не сносит? Да нет. Пока нет еще, да? Какой-то нет популярности, по-моему. Нет популярности. Почти полмиллиона подписчиков. Мне уже в мой инстаграм пишут, а Кристина завтра у вас будет, будет для прямой эфира, я клянусь тебе. Мне сегодня написали тоже. Какие-то незнакомые мне люди. Я не знаю. Света ЛД какая-то. Я боюсь. Я думал, он продолжится с продажей пылесосов Кирби, я сразу их всех удалил, и все. Серьезно. Но начали с тебя, действительно. Классно, классно. Ну да, классно. Говорю. Слушайте, да, все, ты пока набери воздух, плетя, скажи всем. Что продюсеру будем задавать вопросы, понимаешь? Да, вот. Свободному. В принципе, зачем здесь сидит Максим Свободный, да? Самый главный вопрос. Ощутили ли вы, дорогие телезрители, слушатели, вот насколько еще, вот знаете, не испорчено, никаким вот шоу-бизнесом сидит вот человек суперталантливый, еще даже не осознает, что слушает в Питере, весь Питер, страну FM на 102.0, в Москве на 89.9, по стране через тарелку смотрит, через интернет, а вот думает, что это так вот еще. Ну да. Как же здорово, вот в момент становления вот так вот присутствует рядом с артистом. Слушай, ну подожди, мне интересно просто, ты занималась музыкой, да? И потом ты поняла, что хочу попробовать себя в каких-то глобальных масштабах, или как все вообще было? Да так вообще все это получилось случайно, спонтанно, что я же поступила... Ты дизайнер. Да, я поступила в, господи, уже. Ты забыла, где учишься, да? Так у многих футболистов, кстати. Да, да, да. Архитектурный университет я поступила, я училась там два курса, и как-то музыка уже отошла, казалось бы, на второй план. Но ты все равно занималась ей. Ну да, как-то что-то там пела в группе, вот мы там создавали какие-то группы, я из них как-то катапультировалась, другие какие-то группы, меня выгоняли даже из одной группы. Те выгоняли? Да. А за что? Ну, плохо пела. Да? Из-за этого, да? Да, ну вот, выгнали, человеке меня. Ну, слушай, а плохо пела? Ты как бы была не в стандартном, не в формате? Ну, просто, да, как-то они как-то потом распались почему-то случайно, а потом собрались без меня снова. Так. Тем же составом. И судьба их не завидна сейчас, я так понимаю. И ты пошла... Ну, они на второй песне, я знаю, пробовались. А-а-а. И ты пошла в дизайнеры. Да, и вот я пошла в дизайнеры, и как-то... Мне очень нравится этим заниматься, и я сейчас этим до сих пор занимаюсь параллельно. Вот, и увидела, что вот такие шоу-песни на ТНТ, такого еще не было. И мне стало интересно, я, честно, даже никому не сказала, что подала заявку. Круто. Вот, и я только папе потом шепнула, типа... И что он сказал? Отвези меня. Пожалуйста. В Екатеринбург ехать часто. И папа отвез на вокзал, так, и... Нет, и мы с папой приехали туда, и все, и мы стояли такие в кулачке, держали. И там ушла скамера. Хорошо, что до тебя доходят шутки. Кристина. А ты быстро, ну-ну-ну. У нас просто раз синхрон между ТВ и радио, понимаешь? Ну и вот, и все, и меня взяли, и я теперь тут. Класс. Кристина, Кристина, Кристина. У меня вот есть... А знаешь, конец интервью. Спасибо, что пришла, хочешь, пусть я это сказать. Нет. По порядку. Во-первых, карапузы, понятно, ты там пела, это все было детство. А что такое тоника? Вот я когда готовился, читал... Ну, мы просто ее переименовали потом в тоник. А что это значит? Ну, карапузы выросли, стали тоникой. Что ты спрашиваешь? Тоника, что значит? Что ты вообще, что... Блин. Она не знает. Спасибо, ладно, Петра. Вопрос мимо, это тебе тоже на заметку. Узнавать все-таки, что означают имена всех коллективов, потому что, мало ли, могут быть казусы. Я здесь серьезно говорю. Смотрите, друзья, через буквально несколько минут мы услышим песню, вживую, между прочим. Вот мне интересно, когда ты попала к большой аудитории, к судьям, тебе было как-то страшно, что ты не дотягиваешь, не профессионал? Ну, разные же бывают мысли какие-то, там, комплексы. Ну, вот на грамоту, в конце концов, не знаешь, да. Ну, нет, не в этом дело. Ну, просто были ли какие-то сомнения в себе? Там вообще были такие сомнения. Да, серьезно? Была депрессия, когда я услышала такое количество людей, как они все поют. В общем, сталатливых. Да, и были у нас, когда это мы уже в Москву на съемки приехали, и, в общем, и потом у нас был бред, такое прослушивание, когда сказали как-то, ну, вот, не знаю, непонятно, и там вот была такая Марка Джакома. Вот, я сказал. Привет передаю. Так. Давай. И я такая дала. И ты дала. Слушайте, давайте нам даем. Друзья, у нас сейчас будет живое исполнение. Вы готовы? Все на старте низком. Мы готовы же? Мы готовы. Вот сейчас, парни, вы пригодитесь. Я напоминаю, что у нас в студии еще два человека, два парня. Два мужика, я думал, ты сейчас скажешь. Молчаливых. Ну что, мужчины, если можно, так сказать. Подогоняйте, пожалуйста. Да. Что мы сейчас услышим? Давай, презентуй. Песня «Зверь». Песня «Зверь» премьера, между прочим. Посвящается? Да скажи мне просто. Вам. О, спасибо. Звери вы наши. Так, парни, все встают. Слушай, может, нам надо встать? Не, мы посидим, да? Может, визжение на зале. Ты перепутала. Зверь еще не гимн. Слушаем, смотрим «Страна ФМ». Очень сладкий сахар. Тик-так, это дом из страха. Я выпью все окна. Сломаю двери. Вы ждали скорее. Вот я на порогах. Я выпью окна. Сломаю двери. Вы ждали зверя. Не считайся потерей. Ты же знаешь, мам, душу пополам. Одинокий очень. Твой дом, да закрой меня хочешь. Я вижу твои глаза. Когда засыпаю. Когда засыпаю. Тут мою менту стою. Прости, мне пора скучаю. Я выпью все окна. Сломаю двери. Сломаю двери. Вы ждали зверя. Вот я на порогах. Я выпью окна. Я выпью окна. Сломаю двери. Вы ждали зверя. Ну, считайся потерей. Я выпью все окна. Сломаю двери. Я выпью окна. Я выпью окна. Сломаю двери. Вы ждали зверя. Ну, считайся потерей. Субтитры создавал DimaTorzok Круто! Ну что, что хочешь сказать? Эта песня была исполнена здесь ровно через 10 дней после Всероссийского выборного дня, дня выборов. Класс, реально очень круто, очень круто. Вы вызывали зверя. Так, у нас небольшая пауза. Никого не вызвали, кстати, ты заметь, да? Никого не вызвали. Обошлось в этот раз. Мне, брат, очень понравилось. Классно. Спасибо. Ты знаешь, мне напоминаешь, как вот... Ну ладно, потом скажу. Потом? Да. А нам надо сейчас уходить уже, да? Да, да, у нас небольшая рекламная пауза, друзья. Мы сейчас уйдем, да, и скоро вернемся. Скоро вернемся, будьте с нами. Один на всю страну. Вы, знаете, там не договорили, поэтому вот Лиза Калина, Майк Войс, мы здесь не одни. С нами сегодня певица, исполнитель, соучастница конкурса песни. На канале, которого не существует. Нет, никакого канала, у другого, кроме страны. Просто есть конкурсы, все. И ты там была, понимаешь? Это Кристина Коша. Вот и все. Знаешь, как вот эти вот... Как? Вокальный конкурс. Да, вокальный. А что, не так, что ли? Все правильно. Я, кстати, был удивлен, что ты не победила. Ну, то есть, как-то вот прям было очевидно, что ты, а потом выиграл не ты, и мы не будем называть даже кто, понимаешь? Вот это... Ты сама, кстати, не удивилась? Не-не, только без акцента и лексики. No comments. Да ладно. В смысле, да, Олег молодец. Олег? Кто бы он ни был, да? Хорошо, но ты скажи, у тебя не было вот такого ощущения, что вот все уже, победа идет в руки, просто надо выйти, сделать работу как нужно, собственно, и все будет дело решено. Такого не было? Что? Да, да. Скажи просто да. Скажи да. Друзья, у нас на самом деле, Максим, мы хотим тебе предоставить тоже слово. Макс Вобода, да, у нас в студию, только что у нас прозвучала его песня-клип, композиция «Зверь», которую играли на студию. Спасибо, Максим, да, спасибо. Написал ты для Кристины. Да. Мы вместе, вместе с вами. Тандем, у вас такой сейчас творческий тандем. Соединение, объединение. Вы знаете, Максим, я сделаю маленький офф-топ сейчас, пока играла песня, Максима, кстати, так совпало, интересно, вот, и после нее он же сейчас говорит, что, мол, не говори, что я продюсер. И мы долго думали, как вот сказать, может быть, инвестор, опять нет, может быть, коллега, может быть, и мы придумали бизнес-ангел Кристины. Мне понравилось. Бизнес-ангел нормальная тема, там и ангел есть для девочек, и бизнес для нас пацанов. Чтобы все было ясно. Каково быть в этой роли, скажи. Довольно ответственно. Так, и тяжко. Тяжко? Тогда мы попробуем. Ну, тяжко в каком смысле, что ты живаешь? Ну, это немного по-другому, конечно, когда ты не сам в итоге это все исполняешь. Это так, по-другому. Это первый раз так. Первый подобный опыт. Давайте еще проаннотируем, у вас же в январе будет концерт большой. Да, 7 января мы всех приглашаем, совместно у нас будет концерт с Максимом. Так. Новая программа. Так. Всех ждем. Ну, так заранее нормально мы зовем людей. Тут, да, тут, короче, идея такая, чем больше придет людей, тем круче будет концерт. То есть, если их будет больше, если мы увидим, что билетов уже много, то мы тогда сможем сделать там классное шоу, поставить всякие краны, там, подвесы, вот. Короче, на ваши деньги. А если людей будет мало, то останется только экран и свет. А так, может быть, плашки, там, буквы какие-нибудь выстроимся, там, рисунок будет какой-нибудь. Вы знаете, друзья, удивительная история, да, вот первый раз такое, что действительно все зависит от того, сколько людей придет на концерт. Обычно не так, поэтому всех очень ждем. Скажите, куда? Клуб Ред. Клуб Ред, да, хорошая площадка. Клуб Ред седьмого января. В Рождество. Будете ли вы в этот святой день петь песню «Зверь»? Просто интересно, я сразу спрошу. Это для многих... Но зверь и не только. Знаете, для многих зависит, вот, судьба вообще похода на это мероприятие седьмого января. Будете ли песни... Сначала они придут к нам, а потом с седьмого на восьмое, видите, Рождество. Уже крестный ход. Можно? И крестный ход из клуба Ред, правильно? Все, я понял. Спасибо. Страшно после меня какие-то слова вставлять. Слушайте, смотрите, вы сейчас идете таким своим свободным, самостоятельным путем. Вот, вы слышите разную обратную связь. Кто-то, наверное, и ругает, кто-то хвалит. Вот как вы на это все реагируете? Ну, вот, к вам всем, наверное, вопрос. Слушай, я не знаю, я вот раньше, опять же, когда вот все на меня валится, я спокойно абсолютно реагирую. А сейчас я вот что-то просмотрел YouTube, там, комментарии, мы клип сняли вот на эту песню «Зверь». Да, мы скоро покажем. Вот, и посмотрел я комментарии к этому посту. И что-то я вот впервые, наверное, за многие годы так расстроился сильно. И думал, идите уже в это все. А, не знаю, вот туда идите 8 января. А почему? Да, уже ночью. А почему расстроился? Слушай, я не знаю. Ну, переживай. Я не могу как-то объяснить. А ты читаешь, правда, что вот так пишешь? Ну, я иногда читаю, то есть меня обычно никогда не трогают всякие дислайки. Да, мы иногда, когда какие-то знаковые, допустим, песни или что-то такого рода выходят, мы все равно осмотрим обратную связь. Ну, что люди, да, говорят вообще, пишут, реагируют. Да, ну вот так мнение разделилось. Слушайте, ну а когда, допустим, авторитетные люди музыкального бизнеса что-то вам говорят, вот здесь вы как реагируете? Авторитеты местные. Ну, что они говорят, да, мне кажется. Ну, только обычные говорят. Только обычные. Не, ну почему вы же тоже проходили тот же проект, песни, вы же что-то слышали, и говорят, да, нет, там, ты годен, не годен. Вот здесь какая история? Я не знаю, мы прошли же туда, значит... Значит, годные. Годные, да. Ну, короче, вот до этого момента тебя вообще, Максим, не парило, да, что люди говорят? Ну, потому что, да, когда только на тебя направлено, на меня самого, мне все равно абсолютно, а так, конечно, тяжеловато воспринимать. Кристин, ты знаешь, вот был маленький подвох изначально в вопросе моей коллеги Лизы, потому что она спросила, как вам быть в свободном плавании, но подвох в чем? Это вот Максим в свободном плавании, а у тебя все-таки есть продюсер. Начальник. Да, он же Максим, понимаешь, который в свободном плавании. А тебе как? Ну, когда ты видишь критику какую-то. Так я говорю, ну, не знаю. Ну, ты расстраиваешься? Я расстраиваюсь. Я раньше говорила, вот, что как-то не очень расстраиваюсь. Что мне по барабану, да, вот это все. Нет, я правда не расстраивалась. А, правда не расстраивалась. Вот, а сейчас для меня очень важный период такой. Какой? Подожди. Ну, в смысле, что когда ты сам делаешь что-то. А, в этом смысле. На большую аудиторию, извини меня. На большую аудиторию. Что же это, не Месячковый? И все зависит только от вот команды, которая с тобой, от тебя. И поэтому ты, конечно, больше как бы смотришь, как это все выкупится. А давай без позитива. Вот сейчас у меня есть один серьезный вопрос, но уже после рекламы. Потому что нам тоже надо как-то существовать. Небольшая пауза, мы вернемся скоро. Конечно, друзья мои, не переключайтесь. Первый и единственный в России. Телерадиоканал Страна ФМ. Один. На всю страну. Кристина Кошлева сегодня у нас в гостях. Певица, исполнительница, участница конкурса. Одного песенного, очень знаменитого на несуществующем канале. Естественно, в сопровождении своего продюсера. Да, не продюсера. Да, конечно. Бизнес-ангела. Как я мог забыть? Максим Свободы. И еще есть у нас в студии музыканты. Иван, он же спутник в том самом поезде, на котором они приехали из Владивостока. Все так, Иван? Кивни, у тебя нет микрофона. Кивни. Да. Неоднозначно. Неоднозначно. Болгарин. А, самолет. Все понятно. 8 часов лету. Ладно, ты хотела Кристине задать вопрос. Кристина, а вот вопрос такой провокационный, но ты все равно же думаешь. Ты имеешь вот какой-то план Б, С, может быть, Д, да? В Д я, конечно, не уверен, но хотя бы два плана запасных. А если не получится, что будешь делать? С чем не получится? Ну, с музыкальной карьеры. Вот сейчас какой-то будет яма, спад, критика, начнут гнобить, не будет просмотра. Денег не будет. Денег не будет. Что делать? Надо просто вот делать. Делать. И все. Вот правильно. Молодец. И слушать про дюсера. Да хватит. Потому что правильные вещи говорить. Короче, ладно. Друзья мои, у нас сейчас будет премьера, на самом деле. Клип «Зверь». Мы его сейчас увидим в нашем эфире. Давайте несколько слов о нем. Как он вообще снимался, задавался, кто придумывал все, что мы сейчас... Че-канер было, парни. Да-да-да, что мы сейчас презентуем. Честно говоря, так все и примерно и было. Да, реально? Нет, ну, мы собрали людей, которые у нас... Друзей? Ну, нет. Мы нашли людей, которые нам все помогли организовать. Так. Семен, Семен, скажи про Семена. Семен. Продюсер Семен. Он хочет себя, чтобы его назвали так. Линейный продюсер, он говорит. Линейный продюсер. Скай будет линейный. Ну, подождите. Ну, нашли людей, так. Вот. Ну, и все как своими силами вывезли меня. В лес? В этот, в лес. Да, я пошутила. Вообще. В лес тебя вывозили? Да-да-да. Я на 90-е ушли. Так и что? И вот все ребята аппаратуру тащат, там что-то снимают, дым пускают. Мы сами вот так вот дым, вот так вот, дым машину так держат, пускают. Мы вот так крутимся в нем. Вот и клип получился. Класс. Слушай. Практически каковал Борисов в 77-м. Понимаешь, орликина, и она идет. Подожди дым. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Ну что, мы готовы смотреть? Мы готовы? Если мы готовы, я бы увидел все-таки у меня есть глаза. Михаил мне показал класс, значит, все, we are ready right now. Продюсер заволновался опять. Сейчас у нас будет обратная связь от нас с тобой. Да, пожалуйста. Да. Ну все, премьера на стороне FM, клип. Зверь, клип. Давайте, полетели. Пускай сидим, дым, да. Вот он, зверь. Лиза, да, смотрела клип, я вышел, потому что мне родители не разрешают без их присутствия такое смотреть. Тебе было страшно, скажи? Да, очень. Страшно, да? Да, да. Годи, что это за здание? Где это вообще? Скажи. Это Московская область, я так понимаю, да? Блин, мы же просто вдруг нельзя там у дяди охраннику влететь. Дядя охраннику не влетит. Не, не, подожди, хотя бы. Влетит ему? Нет? Не знаю, но он... Там, послушай. Да просто. Ну, сразу-то где-то... Нет, подожди, 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 подожди. Там такая система, что надо сквозь охранника пройти на территорию, иначе никак. Правильно? Послушай, там Мекка будет, туда фанаты твои поедут. Поэтому ты лучше скажи, дядя охранник наживется еще. Скажи, где место? Бизнес делаем. Бизнес. Слишком страшные вот эти детские, ужасные, которые уже давно там. Смотрите, вот у вас, на самом деле, очень прикольный такой путь. Вот мы поразговорили вне эфира, я хочу нашим зрителям тоже это рассказать. Я спросила, что вообще дает такой масштабный проект, и вот ребята сказали, что там зашли на площадку, было 200 подписчиков образно. Ну, то, что именно стало сейчас 450 тысяч образно. Ну, ты это ощущаешь, да, конкретно? Такой рост. И люди следят прям, живут твоей жизнью. Вот эта вот, как сказать, резкая такая популярность, она привычна уже или нет? Вот, я просто... Или она как-то не ощущается особо? Кепка на улице уже привычный головной убор, скажи, с очками или нет? Вот у него. У Максима. Я как-то без этого... Кстати, Максим, извини, пожалуйста, здесь все свои, ты можешь снять очки, правда. Ты можешь не травмировать глаза, здесь Лиза не сдаст тебя никому, честно. Просто, если кто не видит, да, покажите, пожалуйста, Максим в шапке сидит. В очках. И в очках. И играет роль гитариста. Ладно, я тоже вот в рубашке сегодня, длинная рука, все-таки осень в Москве. А очки можешь снять, честно, правда? Стиль. Слушай, ну, просто опухшие хинкали, поэтому мы в очках. Опухшие хинкали, это уже молодежно называется? Да-да-да, или соток. Ты ощутил себя старой, понимаешь? Да. Опухшие хинкали. Ладно, ну смотри, Максим, твой тоже ответ. Вот эта резкая популярность, как она тебе сейчас? Да не как она прошла уже, в очках. А, ты ее не ощущаешь, то есть? Ну, она была у нас там полгода после выхода, теперь все, кончилось уже. И нормально. Подожди, ты за эфиром здесь рассказывал, что у вас есть телефон специальный. Ну, было раньше совсем жестко, когда там в метро нас узнавали каждый день, раз по 20, наверное. Сейчас, нет, сейчас нужно так вот прям на человека смотреть, говорить, давай узнавай меня, это я еду. Но по телефону же звонят по-вашему. Ты думаешь, что вот сейчас раздастся звонок. Ты, алло, там говорят, я это директор ГКД. Приезжайте, пожалуйста, 4 сольных концерта. Да-да-да. Мы говорили, например, там Кристине, чтобы просто пообщаться, наверное. А, это Кристина? И я стою, молчу. А ты конечно нет. И не знаю, что, так а вам кого надо? Кристину. И я бросаю трубку, скажу. Подожди, а тебе... Хорошо стесняешься еще. А тебе звонят уже на личные, то есть они откуда... Да, начинают, как дела. Они раздобыли, да, твой номер телефона? Ну, мне когда-то там висел, видимо, где-то. Когда я просто вышла, у меня, я же не думала, что такое случится. Вышли мы... Такое-то такая популярность. В башне, да, и там уже много людей, и у меня тут номер телефона висит. Я такая, да ладно. Вот, оказалось, не очень хорошая идея. Короче, нормально вы к этому всему относитесь, это круто. Вы сами следите, у вас есть какие-то такие фавориты сейчас в нашем производстве музыкальном, кто вот прям... У кого можно, знаете, посмотреть, вдохновиться, что ли? А может идти спереть что-нибудь? Почему нет? Шарлотт прикольный, мы вот с Максимом. Любите? Любим. А еще? Все-таки вас двоих тоже. Золото, да, играл. Золото, да, прикольный. Я была на их концерте недавно, на бесплатном. А давайте раздвинем все-таки границы страны, а в мире. Мир тоже есть, вы все-таки под... Кстати, вы знаете, как Кристина изумилась? Вудки-то нравится. Радиохэт. Уже классика пошла здесь, да? Красавцы. Ну, понятно. Слушай, такой вопрос. Сейчас есть у вас какой-то режим? Я не знаю, вы там репетируете? Как вообще день строится? Струдитесь, да. Я хожу в институт. А ты учишься где? В Строгановке. А, здесь? Да. В Строгановке. Сумер. Я перевелась, вот, и я сейчас... Я спар... Я приехала к вам спар, вот, и завтра пара снова, и послезавтра. Ты учишься прям серьезно. Первая пара у тебя у кого, скажи. Первая, в смысле? Фамилию просто назови. Живописи у меня пара. Ну, по фамилию назови. Да не помню. Я же только перевелась. У меня сессия чувствует. Если завтра вот Кристина опоздает, вы уж не ругайтесь, она у нас была, ладно. Скажи, а как в универе вообще воспринимают тебя? Знают? Ну, что ты поешь? Ну, я вот, когда, вот, у нас группа, она как-то, они вроде знают, но... Кто ты? Да, но никто не обсуждает, потому что они все обсуждают дизайн. Им неинтересно музыкой, мне кажется. Но интересно, но не я. Вот. А вот когда я в столовку прихожу, иногда тыкают пальцем. Типа это Кристинка с песен. Классно. А тебе нравится, да, это ощущение? Ну, это очень странно. Они приходят, начинают мне тыркать. Это ты? Это ты? Это Кристина? Кошь. Они через пять минут вспоминают, как меня зовут. Так. Вот. И потом уже как-то вот складывается у них картинка. Потом не складывается, потому что я беру какой-то пирожок и что-то там иду куда-то. Обычный человек, да? Да, и они такие смотрят. Нет. Ну, а ты вообще интроверт сама по себе? Тебе комфортно? Мне вообще комфортно. Ну. С людьми, мне кажется, я наоборот не люблю быть одна. Ну, тогда понятно. Развертый, хороший ответ. Да. Чисто экстравертивный. А? Да, да, да. Холерик. Холерик. Абсолютно. Я смотрю на тебя. Я смотрю на тебя. Я смотрю на тебя. Я смотрю на тебя, вижу в себя. Холерика, сангвиника, экстраверта. Скажи, пожалуйста, Кристина, следующий такой вопрос. А может быть это и есть? Я правильно понимаю, что это и есть? План Б, если что, то живопись, дизайн, вот это вот все. Потом британка может быть после университета. Я не хочу, чтобы это было планом Б, хочу, чтобы это параллельно все развивалось у меня. Продюсер в курсе. Бизнес-ангел в курсе, да? Что все это есть? То есть музыкальное образование нет, пока ты не думаешь об этом. Нет, не хочу. Все, окей. Ну, понятно, что. Друзья, ну, мы тоже думаем о заработках. Почему? Потому что реклама у нас, пожалуйста, оставайтесь с нами, скоро вернемся. Будьте с нами, да. Файл Старт был. Марк Вэйс, студия Лиз Калина. Привет, страна, дорогая. Кристина Кошлева, Максим Свобода и Иван. Самое главное с нами Иван сегодня. Иван, привет. Привет, друг. Привет. Что я хочу сказать? Точнее спросить. Ты скажи, пожалуйста. Кристина. Да, ты к ней обращаешься? Да, вообще не к Ивану уже. Кто твои родители, чтобы мы просто понимали, чем они занимаются? Почему? То есть у меня в представлении, то есть такое место, как Свердловская область, и в особенности город, поправь меня, если неправильно, послушаю, Сысердь. Сы? Сысердь. Сысердь. Сысердь, да. 40 тысяч человек, глубинка. То есть, чтобы оттуда уехать, это вот и добиться, и пробиться, это вот низкий поклон вообще. То есть, скажи, это вот вообще сама, ну, по-честному, скажи, либо родители как-то помогли все-таки, ну, вот. Я же сказала, что я когда подавала эту заявку, никому ничего не сказала, и никто ничего не знал пока, собственно, уже на телевизоре почти что не показали. Поэтому, в чем вопрос? Нет, не вопроса нет, я тебе хотел сказать, что ты супер молодец. Не то, что в чем вопрос, просто супер молодец. Или у тебя связан с музыкой как-то? Нет, вообще, ну, мама ходила в музыкальную школу. Все. Я тебе, я тебе поясню, вот ты сейчас так удивилась, понимаешь, поколению, особенно там вашему, да, да и нашему, да любому поколению на стране нужны такие герои, как ты, которые просто живым примером, вот, поддакни мне, Максим, я тебя умоляю. Да, да. Показывают, что, вот знаешь, где бы ты ни родился, какой бы у тебя ни был бэкграунд, возможно, все. Просто желание должно быть. Надо встать, вот, знаешь, вот эту точку, поднять с дивана, что на нем сидеть, нам неинтересно на нем сидеть, понимаешь, и двигаться дальше, вот и все. Спасибо, Максим. Согласись, но ты тоже будь такой проделал. У тебя легко было, когда ты уехал из Ладика? Вот ты приехал в Москву. Не, уезжать вообще нелегко всегда. Правда, Вань? Не, не круто было уезжать. Ну, конечно, там же родители все остались. Ну, тем более, ты же не знал, получится, не получится в Москве. Конечно, да, это всегда большой риск. Ну, у тебя все достаточно быстро сложилось, да? Ну, мне просто повезло. Такое, мне кажется, не знаю, сколько лет случается, что... В смысле, повезло, что сразу, без ошибок, так скажем. Да. Ну, круто, ты еще вот перевелась, ты учишься в Строговске, ты же поступала в Екатеринбурге. Да, я там проучилась два года, вот, и сейчас перевелась на третий курс, и сейчас учусь тут. Тоже, это очень, на самом деле, так скажем, престижный курс. Да, Строговка, на секундочку, да. Да, и там большой конкурс, да? Да. Замечательными людьми в деканате, которые тебя приняли радушно. Спасибо им, я их очень люблю. Сказали, да, что ты просто доздала рисов 64 предмета, и все. Это правда. Доздала? И ты же доздашь. Нет, мне сказали, мы тебя растянем на все годы твоего обучения, когда-нибудь ты доздашь, а может быть и нет. Слушай, ну а сейчас, смотри, учеба занимает много времени, я так понимаю. Ну, вообще в моем сознании архитектурно это очень такие усидчивые люди, и вуз требует много времени. Да. Как ты сейчас успеваешь вот музыкальную свою строить, судьбу с профессией обучения? Ну, стараюсь как-то... У тебя уже есть слуги, да? Ну, нет. Платье там за чертежи? Я это скажу, я пыталась. Нет, да? Не могу найти их. А как тогда? Просто опиши свой день, опиши график, опиши. Интересно, как живешь? Ты ходишь на пары. У тебя полдня это занимает. Ну, вот я позавчера делала всю ночь какое-то задание по проекту. Так. Проект это что, ты чертишь? Рисуешь? Нет, я на промышленном дизайнеру учусь. Проект это наше основное какое-то направление, где мы делаем всякие разные штуки. Я не знаю, как объяснить, просто более доступно, чтобы люди поняли. Ну, да, я... То есть бумаги лепят какие-то конструкции постоянно просто. Спасибо, Максим. Лепят, чертят. Да. Потом их в 3D переводим, и потом это вот чайник. Так. Ага. Вот. Так, ты слепила, все, я понял. Так бы сказал, ты слепила чайник ночью дальше. Вот, ночью все делала. Утром мы пошли, значит, рано в 6 утра в 5 мы встали, чтобы выехать на радио. На радио мы отпелись, сыгрались, поговорили. А потом я пошла на пару. Сидела там до 7 вечера, пришла вечером, поспала, сделала что-то, и вот снова на пару, потом к вам. И, в общем, как-то вот... Балансируешь. Да. А репетиции там и так далее, как это у тебя? Ну, просто это время, которое свободное у нас, оно есть все равно когда-то. Скажи, а маячок какой? Вот сейчас у тебя все это движение. Иван, да, Иван. Проснулся, Иван! Без микрофона. Скажи, что сказал Иван? Скажи, я умоляю тебя, тебе человек в студии. Что я ни разу не была на репетиции. Понятно. Слушай, Макс, можно я задал вопрос? А есть еще такой проект. Я тоже не буду ходить. Кстати, если надо, Максим, я можешь меня записать. Ну, а раз и на радио появится. Никаких проблем вообще. Клип не сняли. Слушай, у меня вопрос такой. А ты как считаешь, вот это не распыление, ну, как говорят, надо бить в одну точку. То есть ты решил музыку, эту музыку надо любить и ей посвящать все время. А когда вот два таких серьезных дела, не распыляется как-то человек? Отвечает бизнес-ангел, пожалуйста. Я же не знаю, я ничего не решаю. Она что хочет, то делает. По твоему мнению? По моему мнению, все прекрасно. В 20 лет можно даже еще что-нибудь, можно еще и на работу устроиться. У тебя... А деньги зарплаты? Это был намек. Продюсер сказал. Продюсер дал маленький намек. Что, пятерочка под домом, ночная смена. И в ресторан пойти петь в конце концов. Ну это ладно. Представляешь, ресторан, что их звери исполнило? Не слушай их никого. Вот послушай меня, я тебе сразу сказал, я на твоей стороне здесь единство буду. Мне кажется, ты расплачиваешься. Кристина, скажи простую вещь. Флажком на холме, вот этим результатом каким-то промежуточным, которым ты стремишься, мечтой в конце концов, для тебя что сейчас является? Вот что бы ты хотела, к чему прийти и когда? Я могу сказать, что я, наверное, вот сейчас эту мечту пытаюсь как-то реализовать. Это что? Что это? Ну поделись с нами. Ну, наверное, музыка это все-таки главная мечта, чтобы что-то в ней реализовать и что-то с этим получилось. Смотри, ну... Короче, будет ходить на репетиции, Ваня, не переживай. Смотри, это вот Лиза устраивает общие ответы, а я докопаюсь. Но все равно показатель что? Собранный Олимпийский, три альбома Миллионника, не знаю, клип с 10 миллионов процентов. Что? То есть все равно должен быть какой-то измеритель. Не просто, знаешь, процесс ради процесса. Процесс ради процесса это вот другой процесс там, который все любят. Это же самое классное, мне кажется. Процесс ради процесса. Да, все-таки. Ну, просто кайф же. Ты выпускаешь что-то, людям нравится, ты это поешь. И потом, если вдруг это разлетится куда-то еще больше, то это будет еще круче. Хорошо, ты сейчас пишешь альбом, скажи. Да, сейчас мы пишем вот тандем. Тандем, альбом. Альбом. В котором будет сколько треков? Пока еще. Максим мне показывал 10. Так. На пальцах, вот. На пальцах, да. Но распальцевал. Ну, посмотрим. Максима есть пальца с собой. Ну и что? 10 треков. А сколько уже готовы? Сколько готовы, скажи? Три, четыре. Три, четыре. Нормально. Подождите, давайте еще на финале скажем. Друзья мои, 7 января мы всех приглашаем. Можем уже пригласить смело к Лу Пурет? Приглашаем всех и там вы будете вместе петь. Ну, там будет две разные программы. Мы еще не придумали, если честно. Сборная солянка. Мы вообще не представляем, как там будет. Ну, на Рождество это прикольно. Но билеты уже продаем. А почему 7 января вообще? Почему такая дата? А я тебе расскажу. У тебя единственная свободная дата на ближайшее время. Вот если ты сейчас захочешь в какой-нибудь клуб взять, чтобы там концерт сделать, у тебя только через полгода будет дата. То есть никакой здесь... Ты понимаешь, какую конкуренцию придется выиграть и у кого в 7 января? Понимаешь? Какая служба там будет? Опа! Понимаешь? Дошло! Молодец. Мой друг. Друзья мои, ну что, на этой мажорной ноте с концертом 7 января... Святой ноте. На этой святой ноте. 7 января концерт в клубе Ред. Мы расстаемся. С нами сегодня была Кристина Кошелева и Максим Свободов. Да, и Ваня, музыкант. Ванечка, самое главное, что ты пришел. Спасибо тебе огромное. Все, ребят, спасибо большое. Пока.